Вы знаете, что город Грозное в центре, по словам тех, кто там побывал недавно, пахнет, как самый настоящий могильник. Там запах, как в могильнике, а когда-то наш город утопал в цветах. В клумбах роз, там были фонтаны, там люди ладили и жили дружно, вместе работали, вместе отдыхали. Вы знали, что в городе Грозном жил розовый и кудрявый пеликан? Я собираю истории грозненцев и своих земляков, потому что уже много лет пытаюсь понять, стоило ли оно того. Стоило ли нам 10 лет детям ходить под обстрелами в школу, голодать, чтобы у нас украли пенсии и пособия, а у родителей зарплаты, чтобы начались национальные распри, чтобы соседей убивали по национальному признаку, чтобы все это щедро посыпалось бомбами и ракетами, чтобы преступные группировки пытали и казнили людей? И та, и другая военная сторона всегда готовы повторить. И националисты с двух сторон бесынуются и визжат. Им хочется снова и пытки, и казни, и заложники, и бомбы. Их всегда что-то не устраивает. А я помню город Грозный с своего детства, где все жили дружно, где люди и учились, и работали, где в Айнахе получали по два-три высших образования. И всех все устраивало, и работали законы. А потом, с начала девяностых, все перестало работать. Поэтому я обращаюсь к землякам, грозненцам, которые помнят ту жизнь до войны, и к тем землякам, которые застали хоть какие-то годы войны. Потому что многие выехали и ничего не помнят на самом деле. Я говорю с людьми, чтобы сохранить память и подлинную историю. И сегодняшний мой разговор с уроженкой города Грозного, Ириной Яровой. Я хотела бы узнать о советском городе Грозном. Вот как люди там жили, и для начала, как ваша семья там оказалась? Там жили ваши предки и долгие поколения, либо кто-то приехал по работе? Нет, мои родители, мама из Астрахани, мама родилась в Астрахани, а папа из Ставропольского края. Они учились в нефтяном институте, поженились, работали, всех там не пенефти получили, там работаю, там остались. А я родилась в Грозном. А вы в каком году родились? В 71-м. Да, вы меня старше. Да, у меня сестра вашего возраста, она 82-го. Уже вы 82-го, да? Я 85-го. А, ну вот сестра. Ну, примерно, да, поколение 80-е. И вот, что вы помните о своем детстве? Дружили ли люди? На национальной почве не было ли конфликтов? Насколько много чеченцев проживало у вас по соседству ингушей? Может быть, какие-то другие национальности? Ну, у меня, поскольку родители были приезжие, сначала они снимали дом. То есть, они снимали, ну, как, был такой двор, была хозяйка, Ксения Демьяновна, пожилая женщина. И у нее маленькая была летняя кухня. Вот. И, короче, такой небольшой двухкомнатный домик. И мы жили там. Вот. Ну, меня водили в садик. Водили пешком. Ну, это была улица Красная, переулок Новочеркасски. Это за цирком. Кто жил вокруг? Ну, во-первых, я жила там до школы. Если честно, чеченцев я не помню. У нас соседи, вот дети, с которыми я дружила, были армяне. В садик я ходила в сказку. Это тоже в самом центре города. Сейчас я улицы не скажу, но там недалеко проспект Мира. Вот где Аракеловский магазин был. Вот если подальше пройти к Нефтянке, в сторону Нефтянки, то вот там как раз был этот садик. У меня, вот насколько я помню, в группе не было ни одного чеченца. Просто ни одного. Но, опять же, были армянские дети, были еврейские дети. Одна девочка, ну, или дагестанка, или вот что-то такое. Да, может быть, ингушка. Ингуши в городе жили, даже на предприятиях работали, занимали места директоров там в советской... Конечно, да, я это знаю. Вот. Ну, и что там? Ну, вот я ходила вот в этот садик. Потом, значит, мои родители получили квартиру в Старопромысловском районе. Это городок Майковского. А в школу я пошла уже в десятую, вот в Старопромысловском районе. И тоже, что касается национального состава, то у меня был один чеченец, мальчик, Аслан. И три ингуша. Все остальные, где-то 30 с небольшим человек, были русские дети. Вот. Причем дети были, ну, тоже нефтяников, которые, допустим, работали где-то на севере, а дети у них жили здесь. Понятно. Но город был очень красивый. Я знаю, его ставили в пример даже в советское время, что он был очень зеленый, что там проживали люди разных национальностей, такой мультикультурный город. Да, город был абсолютно потрясающий. Вот, ну, насколько я его помню, он, ну, были большие широкие площади, вот эта площадь Ленина большая. За ней располагался парк с туями, с очень много везде, всегда целый рост, огромные розовые клумбы. Ну, этот парк-трек, вот где библиотека тоже трек, потому что, как бы, назывался в народе, потому что Сунжа делала такой крючок, как гоночный трек. Вот. И там был мини-зоопарк, в общем, можно было его посетить, когда там гуляли, там же был детский бассейн, ну, в общем, старые деревья, очень красивый парк был. Я когда училась в художественной школе, у нас практика была, мы всегда ходили туда рисовать. И там по прудам плавали лебеди и пеликаны. Вот. Ну, поскольку я, как бы, увлекаюсь вид-вотчингом, я видела, ну, я помню, какие птицы были, пеликаны были двух видов. Был огромный розовый пеликан, вот, и были кудрявые пеликаны. Такая красота. И всё загубили войной, распрями и вообще всякой мерзостью. Да, именно так. И ламы, кстати, были. Да, лама была в зоопарке одна или две. Я просто поражаюсь. Я свою ремарку хочу вставить, что люди так прекрасно жили, все ладили, и потом начались вот эти вот бегания по кругу, крики, какой-то национализм жуткий. Затем ракетами стали забрасывать, и вот этот весь мир просто уничтожен. Сейчас в городе Грозном улицы, старые улицы, которые были в Советском Грозном, переименовали. То есть стёрли эту историю. Историю этих улиц, людей, которые там жили. Один мой знакомый пришёл в Академию наук в Чечне и говорит, давайте напишем, он связан с журналистикой, книгу о людях, которые жили в Советском Грозном, о знаменитых людях. А ему говорят, а такая книга есть. Притащили Толстя на кирпич. Он открывает страницу, там чеченец. Открывает страницу, там чеченец. Открывает страницу, там чеченец. Он говорит, а где все остальные? Где русские, армяне, ингуши? Все другие люди, знаменитейшие люди своей эпохи. А ему говорят, ну, вы же понимаете, об этом упоминать не принято. Мы, молодёжь, настраиваем, что здесь всегда жили только чеченцы. То есть полная подмена истории. Полная подмена всего, что только можно было. И воспоминания оставить могут только грозненцы, которые жили на самом деле в том грозном, мультикультурном и многонациональном, который существовал. Вот поэтому я вас и спрашиваю о том мире, о том, как люди дружили, ходили ли на танцы. Вот что вы можете ещё вспомнить, вы подумаете, вот о том городе, где прошла ваша юность? Что было хорошего? Что, может быть, расстраивало? Что хотелось переделать? Я была в грозном в девятнадцатом году. Ну, так получалось, что я вообще не собиралась туда возвращаться. Ну, понимаете, да? Понимаю. Вот, оно получалось так, что мы снимали кино в дагестанском заповеднике, и были люди, которые из Грозного говорили, ой, там так красиво, давай съездим. Я отказалась. Я тогда не поехала. В то же лето, это было весной в Дагестане, в то же лето я гуляла в Ингушетии, фотографировала эти башни, и подошли люди, и говорят, ну, вот тоже путешествуем, покажите нам что-нибудь. Я сначала с ними съездила по... Ну, вот, там ландшафтно-культурный заповедник сейчас сделали, очень красивые вот старые башни, ингушские, и дальше они ехали в Грозный. Ну, и так все время, как так получается, что меня зовут в Грозный, то, видимо, в этот момент надо съездить в Грозный. Вот. И я поехала с этими ребятами. Вот. Я пробыла там один вечер. На следующее же утро я оттуда уехала. Прямо прыгнула в такси и уехала во Владикавказ. Вот. И, в принципе, как бы единственный город, который сейчас остался ну, таким атмосферно похожим на Грозный довоенный, это Владикавказ. Вот такой, какой он сейчас. То есть это старые дореволюционные дома, где-то там в стиле классицизм, где-то в своем собственном, потому что, ну, в общем, были какие-то культурные особенности, ну, я не знаю, даже, наверное, строительство этих домов. Вот. Но Владикавказ отличается. То есть там, ну, не было вот таких широких пространств, не было прямо уж таких больших парков, и в советское время сам город был меньше. Но, в общем-то, атмосферой это напоминает. Но, что касается Грозного, я когда в него приехала, я была потрясена, потому что, в общем-то, школу я заканчивала вторую. Это в центре города была физмат-школа, очень сильная. У нас очень много детей поступало в лучшие вузы страны. Я вот закончила с фак МГУ. Мои одноклассники закончили Бауманское училище, Высшее техническое училище, сейчас университет. Многие заканчивали, ну, другие технические вузы, там, МИФИ, ФИСТЕР. То есть, в общем, у нас всегда поступали дети. Как бы лучшие вузы страны в Москве. И, в общем, к чему это я? Ну, к тому, что я, в общем, очень много... Эта школа находилась в центре города. И я, в общем, много ходила там пешком, короче. То есть, каждый день я ходила в эту школу и назад. Вот. И, в общем, путь мой был к остановке, ну, поскольку я жила в Старопормословском районе, мой путь там пролегал до базара. И где-то возле базара, короче, была эта остановка. То есть, я очень хорошо помню центр, прям по шагам. И когда я туда попала, меня высадили, значит, возле мечети. Та, которая сейчас великолепная, такая красивая мечеть. Они ее очень любят. Это действительно потрясающе. Красиво ее построили на берегу Сунжи. Ну, и поскольку я знала, что моя школа целая, то есть, мне говорили, что вторая школа целая, а почему она целая? Потому что ее строили до революции. И, по слухам, замешивали в цемент яйца куриные. И цемент был, в общем, невероятно прочный. Вот. И таких зданий, говорят, в Грозном несколько. То есть, одно из них тюрьма, а второе, вот это вот, вторая школа. И я пошла ее искать. В общем, я нашла проспект Мира бывший, нашла бывший универмаг, нашла так называемый барский дом, фитадель. А дальше у меня не складывалось вообще в голове, где все остальное. Вот. А потом я нашла вот эту вторую школу. Ну, видимо, здание было все равно как бы испорчено обстрелами там и бомбежками. И ее просто обнесли сайдингом. А не узнать ее было невозможно, потому что, в общем-то, школа, ну, как бы, само здание, оно было поделено на две части. Угловая часть была и полукруглая его замыкала. То есть, по сути, это, ну, выглядит, ну, как сегмент круга. И вот эта часть с углом, это была школа. А вот этот вот сегмент круга, это был нефтяной институт. И они имели общий двор. Ну, то есть, здание характерной формы. Вот я его обнесли сайдингом. Вот. Ну, старое здание нефтяного института, ну, вот имел общий двор. А было еще новое здание, высотка. Там какие-то были факультеты. Я как раз поняла, чего нет. То есть, и, в общем-то, не было почти, ну, вот, всего центра, можно сказать. Там остались какие-то вкрапления. То есть, весь центр, площадь Ленина, площадь, вот, на которой стояли правительственные здания, вот этой ЧАССР. Они были очень, ну, красивые. То есть, они были даже где-то в стиле Ренессанс. Там были такие, как узенькие колоночки и на них, над ними арки. То есть, это все имело, как мне казалось, ну, архитектурную ценность. То есть, необычные здания. Ну, таких больше нигде не видела. Вот. Ну, и второе, что я заметила в Грозном, то, что обычно не замечают восхищающиеся туристы, которые приезжают, видят мечеть, еще какие-то небоскребы. Вот. Это огромное количество незастроенных пространств. Вот. Ну, например, тот же рынок, те же какие-то, я не знаю, какие-то еще места. То есть, они, ну, как будто бы их просто разровняли, закрыли заборами, и за заборами ничего нет. То есть, на этой земле ничего не построено, это прям центр города. И вот за заборами пустоты. Вот. И третье, поскольку я была как раз перед этим в Ингушетии, в Осетии, в Даргас, и в Ингушетии возле башен, где открытые могильники, даже у старых могильников характерный запах, ну, даже которым несколько сотен лет, все равно это пахнет. Меня поразило то, что центр Грозного пахнет, как открытый могильник. Вы до Первой войны жили в Грозном, или войну застали самые страшные бои Первой войны, или уехали во Вторую? Вы когда покинули Грозный? Я уехала, я поступила в университет, это был 88-й год, вот, в Московский университет. Я уехала в 88-м. Вот. Мои родители с сестрой, они там оставались до 92-го года, до мая. Последний раз в Грозном я была зимой 92-го года, вот, а перед этим летом 91-го, и помню момент, когда произошел вот этот перелом, я его очень хорошо помню, ГКЧП, тишина на улицах, ну, до этого, когда ГКЧП была обычная жизнь, совершенно обычная, то есть, типа, в Грозном было все хорошо, ну, как сказать, вот, ощущение, что прям там, ну, скажем, у нас отличалось, то есть, вот, ну, скажем, ты всегда должен быть на чеку, то есть, не было такого, что ты вот расслаблен, вот, например, был какой-то такой контраст, что когда я, допустим, переехала в Москву, я в 88-м, да, я была поражена, что стемнело, по улице ходят люди. В Грозном это было не принято вообще, то есть, если все начинают темнеть, все сидят по домам, это даже в советское время так было. Вот, поэтому у меня был культурный шок, это то, что можно выходить на улицу, когда темно. В принципе, атмосфера, ну, какой-то такой легкой опасности, она была всегда, то есть, вот, ну, вот то, что говорите, да, город был прекрасный, но просто не было никогда, то есть, там до конца уж прям романтизировать не надо, потому что, ну, в общем, я росла, я была девушкой в Грозном, ну, и, скажем, девушка в Грозном, это ты колобок, то есть, в общем, ты, тем более русская девушка, ты всегда как-то подвергаешься, ну, я не знаю. Ну, интересу со стороны мужчин с гор, которые там живут в своих селах, и равнин, потому что там в основном свои женщины такие, что со своими правилами, а здесь им кажется, что можно пошутить, пофлиртовать, что-то как-то, может быть, познакомиться. Это в лучшем случае я имею в виду, конечно. Да, это в общем, ну, типа, что это получится как-то бесплатно, что ли, я не знаю, Колым или так, но, в общем, на самом деле, скорее всего, там все то же самое, просто более, тайна. В общем-то, было нормально, то есть, типа, людей на улицах не убивали, там, в общем, все, был какой-то статус-кво, тихо и спокойно все жили своей прекрасной жизнью. А вот восьмидесятых, не слышали бы о таком случае, на красном молоте работала девушка Светлана Левченко, и к ней пришли коллеги по работе, молодая девушка, очень хорошая, скромная, и они ее убили, пытали всю ночь, более 30 ножевых ранений, искали деньги, чеченец, ингуш и русский. В середине восьмидесятых, и довольно громко прогремело это дело, у меня мама просто работала на тот момент в отделе снабжения на красном молоте, и эту Светлану Левченко знала, очень скромную, порядочную девушку, они в нее втыкали ножи, которыми масло мазать на хлеб, а потом на суде стали заявлять, что она гулящая, у этих ингуша и чеченцы оказались очень влиятельные, родные, в общем, их практически не наказали, что-то условно, мать этой Светланы Левченко падала в обмороке от услышанного, как они издевались над этой девушкой, они ее и топили, и душили, и еле-еле убили к утру, то есть они ее пытали и все убить никак не могли. Вот, они искали деньги, а денег у нее не было, они подозревали, что она хочет купить машину, и что у нее дома деньги. Она где-то сказала, видимо, в какой-то дружеской компании, что она хочет машину, и вот так вот, она их пригласила на чай, даже соседи слышали, просто чай попить с конфетами, что ей конфеты кто-то из Москвы привез. Вот такой был ужасающий случай. Вот такие случаи начались к девяностым, вы что-то такое помните, или вы уехали и не застали этот момент? Даже, знаете, страшных случаев было много. Вот я жила, значит, в городке Маяковском, это, как сказать, жуткая случайность, сейчас расскажу. Жила в городке Маяковском, у меня на лестничной клетке на втором этаже было две квартиры, кроме моей. Моя посередине, квартира справа, квартира слива. Вот квартира, значит, справа. Жила чеченская семья. И, ну, росли мальчики в этой чеченской семье. А в какой-то момент у этих детей, которые там жили, случилась драка. То есть младший, четырехлетний ребенок схватил бутылку разбитую и ударил по спине старшего, десятилетнего. И этот старший, десятилетний мальчик истек кровью, короче, приехала скорая, но получилось, что он ему там повредил что-то в районе позвоночника. Короче, умер старший ребенок. Вот. И так получилось, что младший сын убил старшего. Вот. И я видела эту маму. То есть ее лицо. Ну, в общем, место трудное. Да, трудное место. У нас, например, по завету Ильича остановка нефтянка. Чеченец мальчик, Висхан и русик, русско-чеченская семья, алкашей. Заперли Вадика четырех с половиной лет в сарае и подожгли. Заживо сгорел четыре с половиной года ребенок, как ангел. Такой хороший, спокойный мальчик. И никому ничего не сказали, в припрыжку убежали по двору. Сад горит, сад горит. А я еще, я маленькая была, вышла, говорю, какой сад горит? У Вадика сад горит. Я побежала к бабушке Вадика, они жили в доме напротив, а бабушка Вадика тоже не поняла, говорит, да пусть горит. Ну, сад горит и горит. А потом уже к вечеру выяснилось, что там в сарае задыхался и сгорел заживо маленький ребенок. Тоже хулиганы не были наказаны, потому что они были, ну, такие маленькие, это первый, второй класс школы, ну, может, Висхан в третьем учился, а Русик во втором. Ну, вот примерно такого возраста, может, даже Русик был младше, ну, вот такие маленькие дети, естественно, их никто не наказал. Вот такие случаи у нас происходили на районе. И вот, 91-й год, ГКЧП, в этот момент Грозный, как вымер, то есть, вот пока происходил путь, в Грозном было, вот как будто бы никого нет. было тихо и зависло какая-то, какое-то жуткое напряжение. Вот. А улетала я из аэропорта, я помню, 26 августа. То есть, уже ГКЧП провалилось. И улетала я из аэропорта, и по аэропорту были национальные пляски. То есть, это такие, как сказать, когда они прыгают по кругу. Это зикар, да-да-да, и молитву читают. Да-да-да, вот когда-то они прыгают по кругу и вроде с ножами. И я помню, как я стою в очереди на регистрацию, а по аэропорту несколько вот таких кругов. То есть, до этого я не видела никогда ничего подобного. И вот после этого, короче, все очень сильно изменилось. Огромное количество моих знакомых, видимо, в Грозном стало настолько открыто, небезопасно. Очень много бежали. И в последний раз я была в Грозном. Это зимние каникулы мои, то есть, это студенческие границы января и февраля. И я помню, я водила сестру в музыкальную школу и водила ее на сольфеджио. А музыкальная школа была на 36-м участке. Она была очень популярная, очень много детей там училась. Вот. И сольфеджио, оно обычно групповое занятие. Вот. А я привожу сестру, она одна, только учительница и Ольга моя. И я ее, когда забираю, говорю, Оль, я говорю, а что у тебя стало сольфеджио индивидуальное, что ли? Она говорит, нет, оно групповое, только я одна в группе сидеть и уехать. И обратно с 36-го участка мы ехали на шабашнике, ну, как бы так назывались вот эти маршрутки, которые там ехали по маршруту автобуса, обычного, рейсового, ну, между его расписанием. И, как бы, за, ну, он подороже там был. Короче, мы сидели сзади, в автобусе уже не было русских, кроме нас. и на переднем сиденье сидел чеченец, у него в руках был автомат, и он играл за двором. Это зима 92-го года. Ну, а уезжала я очень трудно. Короче, то есть, когда я приехала в Грозный, оказалось, что купить обратный билет, вот как вот можно купить билет, его невозможно. вот, то есть, типа, ну, просто их нет ни на поезд, ни на самолет, никуда. А у меня тогда, как бы, родственник работал в аэрофлоте, прям, где-то в медицине, в аэрофлоте, ну, достаточно высокий там позд занимал. И, отстояв там сколько-то очередей, как бы, ну, не купив билет, то есть, я каждое утро приходила купать билет, и, короче, мне не доставалось, потом мне, значит, сделали эту бронь, я выкупила билет, и когда я уже улетала, я на самом деле не понимала, что происходит, вот, ну, как бы, у меня не было понимания, ну, что какой-то экстрим, ну, в этот момент. Я, значит, сижу, у меня место первое А, вот, рядом со мной сидит мужчина, начинает меня спрашивать, а вы кто? А я говорю, да никто, говорю, студентка, говорю, в Москве учусь. Вот, и он тогда мне представляет первый ряд, говорит, вот это вот, типа, докузов, гаев, вот это, ну, условно, ну, скорее всего, он там был, потому что я ее в лицо не помню, говорит, вот это его жена, вот это, вот это, и меня спрашивает, а вы кто? Я говорю, да никто, говорю, в МГУ учусь. Тогда он опять понимает, что я не поняла, представляет мне второй ряд, вот этих высших чинов, короче, советских, вот, и опять меня спрашивает, да вы кто? И так и не понял, что я реально никто, вот, и, ну, на всякий случай, сказал, по-моему, он мне оставил свой телефон, и сказал, если что, обращайтесь. Ну, конечно же, я, в общем, этот телефон так и потеряла. Меня все спрашивали, почему твои родители остаются, а мама моя очень любила город, короче, он ей очень нравился, она не хотела никуда уезжать, ну, и она ей говорила, что нет, мы никуда не поедем, мы останемся, то есть, типа, ну, это, типа, все вот эти коллизии, они все временные, то есть, там атмосфера накалялась, вот прям на глазах. А, ну, да, и я не сказала, что вот этот самолет, на котором я улетела, он был последним, то есть, после этого обстреляли самолет в Грозном, улетающий, и это был последний самолет, который улетел, после этого, как бы, авиасообщения с Грозным не было. Ну, и у меня все спрашивали, почему, ну, как, почему твои родители не уезжают, и когда они уедут, а у меня вот вылетело, прям вылетело, вот из, как-то без чего-то осознанного, я сказала, они там до мая, вот, что вот они уедут в мае. Так, что случилось в мае? 4 мая 92-го года случилось разбойное нападение на квартиру родителей. Вот, то есть там, как сказать, у меня отец ездил в Сирию работать на буровых, вот, и, видимо, говорят, были, вот как ходили слухи, что были списки в КГБ, кто там ездил на эти буровые за границу, и ограбления из их организаций шли по списку. То есть, вот, типа, мой отец был четвертым, и это было четвертое ограбление. Ну, я не знаю, по моим меркам, грабить там было особо нечего. То есть, в общем, ну, как бы обычная квартира, обычная советская квартира, и что меня поразило, я там в школе когда-то увлекалась бисероплетением, то есть, я там лила из бисера какие-то цветочки, они у нас в вазах стояли, и вот, типа, вот эти грабители украли даже их. Вот, то есть, то, что, ну, вообще, с нищей точки зрения, здравого смысла, никакой ценности не представляет. Вот, и, как бы, ну, там они вытащили телевизор, и искали ключи от машины, но они висели, в общем, а, украли документы от машины, ну, вообще, как это произошло, ограбление, они просто тупо позвонили в дверь. Перед этим, короче, несколько вечеров подряд звонили в дверь незнакомцы. А здесь эти, как бы, утратили бдительность, ну, как бы, отец побежал, открыл, короче. Вот, и когда он открыл дверь, вломились люди, и этнический состав этих грабища был разный, то есть, типа, часть из них были чеченцы, вот, отчасти, ну, вот, который отсоединял всю аппаратуру, ну, как бы, телевизор там, радиоприемник, что там можно было, провода отсоединять, он был еврей, вот, то есть, как бы, даже вот этот пандформирование, оно было разного этнического состава. Ну, там отца сразу вырпели, он лежал без сознания. К моей сестре приставляли к башке эту, ей было 10 пистолет, и тоже что-то там, требовали какие-то ценности, какие есть в доме, вот, ну, украли мамину золотую медаль, мою серебряную медаль украли, короче, в общем, ну, мне кажется, все это идиотизмом, если честно, тоже мне ценность. Нет, это обычная, в мутной воде все мрази всплывают, и еще в середине 80-х ограбили квартиру моего дедушки, вынесли раритетные вещи, серебряные подсвечники, дагестанские ковры ручной работы, до этого пришла женщина, войнашка, попросила дочку спрятать, что хотят убить убийство чести, за то, что она с русским связалась, и мой дед, интеллигент, знаток шести языков, приютил эту войнашку у себя, как дочку, дал ей комнату, квартира была очень большая, кормил, поил, она нигде не работала, даже друзья с телестудии приходили, он на телестудии работал долгие годы, что даже не флиртовать, не шутить нельзя, что она Анатолию Павловичу как дочка, ну, моему дедушке. Так что сделала эта девушка через полтора года? Она вот так проживала, называла моего дедушку как второй отец, и моя мать, она была в положении, она была замужем уже в это время, она пришла проведать своего отца. И эта девушка предложила, её звали Раиса, предложила чай, положила туда сахар, а сахар был с ядом. И моя мать выпила чашку чая, чувствует ей нехорошо. Она говорит, Раиса, что она подумала, что беременна на большом сроке, уже шесть месяцев с чем-то, из-за этого. Она говорит, позови скорую, и видит, что она колеблется. Она говорит, вызови скорую. А на ней и как. И моя мать дошла до лестничной, ну, дошла до лестничной клетки со своей стороны, вот с коридора, открыла дверь и крикнула, помогите. И хорошо, соседи жили рядом, которые выскочили, увидели, что матери нехорошо, и вызвали скорую помощь. В итоге дедушку и маму госпитализировали. Дедушку в реанимацию, он едва выжил, и мама тоже едва выжила со мной. Оказалось, страшный яд был в этом сахаре. Ее, Раисы, братья родные, были в чечено-ингушской банде. И поскольку соседи знали, что девушка живет у моего деда, вот в нашей семье, под защитой семьи, то они не поняли, что происходит, потому что всей ситуации же соседи не поняли, даже и отравленные моя мать и дед не поняли, в больнице, борясь за жизнь, что происходит. Когда они вернулись, через несколько недель их с больницы отпустили, маму через две с половиной недели, выяснилось, что ковры дагестанской работы, весь хрусталь, золото, просто несколько шкатулок у мамы было, все уже унесли. Братья этой девушки. Как бы в прощение за ее проступок, ограбить семью интеллигентную в Грозном. Дедушка подавал заявление в милицию, ну, понятно, что там у горцев были свои люди. Потом пришла мать этой Раисы, падала в ноги, на коленях стояла, что это мои дети, я не знаю, как просить у вас прощения, заберите заявление, мы все уже продано, ну, что у вас своровали, но золото мы вернем. И дедушка, зная, что они ничего не вернут, все равно пошел забрал заявление, я этого не понимаю, видимо, у него были свои мотивы. Да, и они, конечно, ничего не вернули. Вы представляете, хотели меня убить еще в утробе, чечено-ингушская банда. Мою мать отравили за доброту, за то, что они эту девушку поселили у себя и полтора года вот так нянчились с ней и помогали. Может быть, сама история даже с убийством чести была выдумкой, это точно наверняка теперь мы не знаем, но дедушка-то поверил, что девушку могут убить, что она полюбила русского парня, спрятал, а вот оказался такой подвох. А я... Безумие. Я прожила в городе Грозном до 2005 года. Я видела всю войну. Я видела такие зверства и казни там у нас уже в Ичкерии. Русские люди в нашем районе не выехали на остановке Нефтянка. Даже в первую войну под бомбами были все русские дети. Выехали в Айнахи в села и в русские регионы. В Россию выехали. В Дагестан, в Ингушетию. А у нас все русские соседи остались, потому что поверили, что это временно, что ничего не будет. И вот после первой войны, это был июнь-август, у нас стали делать погромы. Приезжали люди из сел и просто заходили в квартиры и дома и сбивали до полусмерти ни щадя ни стариков, ни инвалидов, ни детей с маленькими детьми на руках. И сбивали люди в комбинациях по улице бежали. Забирали все документы на квартиры. Квартиры захватывали этажами. Вот семья одна могла захватить четыре квартиры, пробить стены и сделать себе дворец. Вот в нашем подъезде это было, далеко ходить не надо. Убили старика-ветерана, пробили голову, ближайшие соседи, которые с ним 30 лет дружили. Тунзин Юрий Михайлович жил в нашем подъезде по улице Завета Ильича, дом 92, в нашем же доме. И вот все это происходило на моих глазах. Нам угрожали, нас приходили резать, вступались соседи ингуши, ингуши очень много вступались. Ингушам тоже доставалось, им кричали убирайте свою ингушетию, подкладывали записки. Но у меня был отчим чеченец. И это выручило в том смысле, что нас не убили окончательно. Мама и я одели хиджабы, мы ходили в халате и в калошах, мимикрировали под местное население. И я насмотрелась там таких зверств, таких просто нечеловеческих. Я не могу сказать, что это весь чеченский народ, потому что есть хорошие люди, порядочные, образованные. Но порядочные, образованные побежали оттуда, побежали в Москву и Питер, они не хотели войны, они не хотели воевать. Остались единицы, и они не справлялись с бандитами, с озверевшими бандитами, с сотней родственников, каждый. И пытались вступиться за каких-то друзей, соседей. Единицам удалось спастись из тех, что остались. Поэтому я вот это все видела, знаю, и этот момент очень непроговорен, и этот момент очень скрывается ичкирийцами, псевдо-ичкирийцами, бандитами. Они ищут защиту у своих правозащитников, псевдо-правозащитников. Они не хотят проговаривать этот ужас. Есть ли у вас знакомые, которые застали этот момент, или все убежали гораздо раньше? И вот еще вопрос, сумели ли продать квартиры, или квартиры были захвачены и отобраны? Сейчас я расскажу. Короче, ну вот, когда, значит, случилось вот это ограбление, пришла милиция, сказала, что если от машины украли документы, ее на днях угонят, вот, и, и, короче, милиция не будет ее искать. Поскольку документов нет, она даже не примет в дело. И они спрашивают, а что вы посоветуете? Тебе говорят, мы советуем машину куда-то перегнать. И, значит, буквально на следующий день, а, и причем спросили, куда вы поедете, в какую сторону. Они сказали, ну, отец сказал, на Моздок. И они буквально там собрали какие-то вещи, какие были, и вот в мае, вот это, 5 мая, после вот этого ограбления, они сели в машину и поехали к бабушке, в Ставрополь, уже бабушка, на тот момент жила в Ставрополье. За ними была погоня. В тот момент, когда они выезжали с этого, ну, на машине по двору сделала круг Волга. Медленно-медленно типа проехала круг. И, видимо, вот эта милиция, которая, которая оформляла заявление об ограблении, имела связь с бандитами и сказала им направление, в котором они собирались выезжать. И когда они выехали в сторону, короче, ну, там, 36-й, дальше, там, этот, Бирогорск, их нагнала эта машина, она за ними гналась. И в какой-то момент, когда они уже, видимо, собирались их объехать и остановить, ну, заставить их остановиться, было очень много встречных. и тогда мама спрашивает, а что говорит, нет другой дороги в Ставрополь, а отец говорит, есть, через Кизляр. И они, значит, развернулись, поехали в Грозный и поехали дальше через Кизляр. Таким образом, они ушли от погони. То есть, типа, те бандиты, ну, поехали дальше по дороге поджидать, а эти поехали другой дорогой. Люди, которые там, ну, оставались на момент войны, мы встречались с одноклассниками, вот, и, ну, из этой второй школы. У меня была там девушка, которая была усыновленная. Вот, то есть, у нее были ее, как бы, приемные родители, они были очень пожилые. Ну, так получилось, ну, ей, видимо, некуда было, то есть, вообще никак. Эти пожилые родители, ну, я не знаю подробностей, но как-то умерли, она осталась одна в этом доме, и она прожила обе войны там. Короче, у нее, ну, не было ни одного зуба во рту, цинга или что-то, вот. И, вообще, девушка, как бы, красавица, изначально. Вот, человек, как переживший две войны, терявший людей, и видевший это все. помните, как мы с вами познакомились. Нет? На Фейсбуке. Да, то есть, это было, я хорошо помню этот момент, я не знаю, как так, я что-то то ли прокомментировала, то ли у меня, по-моему, на канале Дождя, я была подписана, и был этот, была читка в Сахарском центре, там, сколько-то лет назад, книги, муравей в стеклянной банке. Ну, я не помню, что я прокомментировала, а вы меня, мне сказали, я бы хотела, чтобы вы туда пошли, но вот, когда ты в этом, находишься в состоянии, ну, когда вокруг тебя война, а ты, в принципе, продолжаешь, как бы, радоваться мелочам. Вот. Ну, что, собственно, сейчас есть. Вот. И, короче, я согласилась. Вот. И основное, что я вынесла с этого мероприятия, меня не настолько поразил дневник, да, поскольку я очень многие истории слышала, ну, даже вот из того, что там написано, я слышала, ну, как бы от людей, которые там жили, ну, как-то, я к этому была морально готова. Вот. Я не была морально готова видеть зал, потому что, скажем, было видно грозниц. Вот. там всего их было несколько человек, и они сразу друг друга увидели, потому что человека, у которого это опыт, его видно. Другие какие-то пришли, ну, люди без опыта, но с каким-то таким пониманием, да, что, что такое хорошо, что такое плохо. А также была группа людей, в основном это были старухи, которые просто пришли на бесплатные мероприятия ради фана. Вот эти товарищи меня потрясли, наверное, больше всего на этом мероприятии. Представляешь, да? Ну, да, странно, конечно. Да, такие бывают, вот такие тоже, которые настолько не понимают, что такое война. Да. Так вот, компенсацию за квартиру, дали или родители ничего, конечно, не продали и все бросили? Нет, они ее продали, но у меня у отца были друзья чеченцы, ну, они работали в нефтяном институте и были там образованные люди, и там был дядя Зелимхан, который, ну, продавал эту квартиру, помогал, говорил, что квартира его. И эти деньги купили, на эти деньги купили, по-моему, ткань, которой обили потом какие-то диваны и все. То есть, цена квартиры это ткань, которой обили диваны? Да, да, обивка для диванов. Да, понятно. А вот вклады в банках, например, у моего дедушки и мамы все сгорело, и мама приходила в банк, говорили, что деньги есть, но выдавать не велено, потому что все идет там на какие-то нужды и чкерии. Что вы помните про это? Были ли вклады в банках в Грозном и пропали ли они? Да, конечно, пропали. То есть, ну, это все прошло и у меня. То есть, дело в том, что тогда пропало у всех, вот, не только в Грозном, но и в Ставрополе у моих бабушек, дедушек, которые как бы всю жизнь работали, работали в колхозе, имели какое-то свое небольшое фермерское хозяйство приусадебное, вот, ну, и, в общем-то, жили хорошо, вот, и, ну, скажем, складывали на вот эту, на карточки банковские, ну, на книжки тогда говорили, вот, и все это мгновенно как-то перестало, ну, короче, эти материи улетели в трубу, то есть, они как были ничем, ну, как бы деньгами на карточке, так и остались. А какие-нибудь случаи со знакомыми, вы знаете, которые остались в войну, может быть, их убило при обстреле российской армии, или наоборот, на них напали местные бандиты, вот, что-то такое вы слышали от знакомых, или уже, когда вы уехали, эта страница закрылась? Ну, дальше, знаешь, там все проходило как-то мимо меня, то есть, я не знаю, я потом встречалась с одноклассниками, вот, у меня, например, двое одноклассников воевали на стороне российской армии, то есть, типа, ну, грозненские парни, вот, их призвали в армию, там же, вот, и там же они, как бы, принимали участие в этих боях. Они остались живы? Да, да, у вас. А на стороне боевиков не принимали участие чеченских? Таких у меня знакомых нет. У нас просто со двора некоторые ребята, у которых мамы русские, бабушки русские и так далее, несколько, в основном были все образованы и просто не хотели воевать, но несколько ушли воевать, тоже со двора, как раз на сторону чеченских боевиков. Помните ли вы, как люди относились к названию Ичкерия, к Джохару Дудаеву? Потому что, очень странно, но он завоевал любовь некоторых людей. И в Грозном были люди, которые его боготворили, и даже не войнахи, чеченцы-ингуши, а русские, которые поверили ему, что вот он-то уж приведет к процветанию наш край. А, ну что интересно, мой папа этого Дудаева видел. Ну, он же когда пришел в власть? Еще до всего, всех этих событий. Он из Эстонии приехал, он же, Джохар Дудаев, с нами там не жил, и нашего мира прекрасного не знал. Он со своей женой приехал в начале девяностых с детьми, которые даже не уроженцы Грозного или Чечни, они только приехали из Эстонии. Он жил, и он же военный советский, находился в Эстонии, в Тарту. Я, кстати, совершенно не верю, что его ликвидировали. Я думаю, что ему сменили личность, просто как бы это был выход из войны. то есть там у всех грозницев ходил такой слух. Но между первой чеченской и второй чеченской вот это самый рассадник бандитизма, убийства, по национальному признаку массовые убийства, просто там за ночь несколько семей могли убить у нас в районе. Вот такое происходило, и даже когда он погиб, это все стало сильнее, потому что появились разные главари, разных группировок, задрались между собой за власть, за трон Ичкерии. И ситуация стала еще намного хуже. Еще я помню, что пособия на детей не платили с начала 90-х. У матери украли зарплату за несколько лет и не платили пенсии тем, кто жил в Грозном и был прописан в Грозном. Ну и в Чечне в целом редко где платили. Я не слышала о таком. Ну может быть в каком-то месте там какие-то остатки и выдали пенсии. То есть люди были брошены, предоставлены сами себе и выносили из дома что-то, чтобы купить еды. Ну вообще я не знаю с Грозненским паспортом с местом рождения город Грозный это ну такая типа метка. Черная метка пиратская. Да, абсолютно точно. То есть в общем например в 90-е были такие проверки документов на улицах в Москве и когда они открывали мой паспорт в котором было написано город Грозный место рождения эти менты синели и говорили ой, кто это к нам приехал. Дальше они листали как бы страницу а у меня у меня была прописка уже в Москве постоянно долистывали до этой страницы и мы возвращали паспорт. Но тем не менее я когда летала сейчас с этим стало попроще вот когда ну раньше когда даже нулевые годы проходя контроль в аэропорту Шереметьево там я не знаю дома Дедова любого особенно Шереметьево очень любила мой паспорт всегда уносили на проверку его подлинности когда читали там город Грозный а что самое интересное это довольно смешно потому что если бы я бы его например подделывала я бы напекала там что-то получше Но вы смогли устроиться потому что мы когда приехали в 2005 году мы буквально оказались на улице государство никак нам не помогало никакой помощи ничего не было нас даже вынужденными переселенцами не признавали то есть вы уехали учились и так постепенно жизнь наладилась ну да нет в принципе нормально было то есть вот родители переехали поскольку это образование нефтяное вот а нефтяная промышленность она ну как бы у нас всегда на коне в стране вот и в общем они сразу ну нашли работу в Ставрополе ну даже там как-то карьера продолжилась ну в общем там дела тоже наладились вот а у меня ну как просто как у всех шло и шло я не я не видела войны то есть я была вне да вы уехали раньше да понятно и то я как бы говорю об этом ну ну я в общем считаю что это меня коснулось потому что в общем это огромная травма ну город в котором ты вырос его разбомбили и снесли и это ну навсегда то есть эти вещи они не заживают понятно а в современный Грозный вы бы не хотели вернуться вот мой знакомый там прожил три дня он ходил по улицам в этом году и за три дня он не встретил ни одного русского человека женщины смотрят в пол ни с кем не разговаривают в тротуар в землю боятся поднять глаза закутанные мужчины если при власти то с оружием и все такие бравые да удалые если не при власти то стараются пробежать по улице как можно быстрее чтобы не нарваться на неприятности русскую речь и русских людей он так и не встретил и его сопровождал конечно близкий друг чеченец сам мужчина русский уже в возрасте и он уехал через три дня вот вы бы хотели пожить в таком я не почувствовала нигде никакой ну агрессии то есть когда я ходила по городу и спрашивала где где тут блин вторая школа и где тут была площадь Ленина я обращалась к людям они говорили вы знаете нас тут не было когда тут была площадь Ленина мы вам ничего не можем сказать да потому что и войну их там не было тоже войну все детей женщин вывезли в 95 в 97 процентах остались с русскими земляками живыми щитами под бомбами только 2-3 процента случайно застрявших войнахов это в самые страшные бои первой чеченской и второй чеченской поэтому ничего не знают где что было какие улицы а сейчас улицам изменили название чтобы память совсем стерлась и те пришлые в наш город люди которые живут там сейчас строили уже свою жизнь и забывали настоящую историю вот и все ну да проспект Ленина теперь проспект Ленина да но там и другие там и заветы Ильича исчезла улица говорят что Вахи Алиева она сейчас называется носит имени почему от чего зачем убрали вот эту историю то что мы пережили весь ад все эти бомбы хоронили свои семьи там в Грозном и уничтожить даже эту память и создать альтернативную реальность а в Европе я живу в Финляндии очень много группировок такого криминального толка они такие псевдо-ячкерийцы первосбежавшие предатели они убежали значит во времена Ичкерии кто-то там покрасовался с автоматом и убежал кто-то с фальшивыми паспортами мешком убежал и они создали свои группировки шайки-лейки и рассказывают легенды как в Ичкерии было хорошо и бесплатные столовые были в их фантазиях и бесплатные лекарства были в их фантазиях и как всем там жилось прекрасно вот Россия забросала все бомбами и пришлось этим аферистам и жуликам бежать на самом деле и лекарства и кусок хлеба я ребенком торговала с 6 лет с 7 лет на рынке с утра до ночи я прогуливала школу выносила из дома хорошо у бабушек прабабушек был там хрусталь коврики какие-то свои игрушки выносила книги у нас была богатейшая библиотека чтобы купить какие-то лекарства и еду в дом мама болела иногда мама очень сильно болела не могла встать иногда она тоже торговала пирожками целый день чтобы нам дали несколько пирожков в чеченском кафе ну то есть милостыню просила потому что у детей не было пособия нужно было купить лекарства дедушки в больнице вот такая у нас была счастливая в кавычках жизнь в Ичкерии и сейчас эти мифотворцы в Европе настраивая новые поколения уже выросшие в Европе войнахов чеченских детей в первую очередь рассказывают им сказки рассказывают им заведомо лживую альтернативную версию того что происходило в реальной Ичкерии ну и соответственно в современной Чечне рассказывают альтернативную версию дошло уже до того что значит знаменитые люди города Грозного и там в этой книге человек который ее полистал не мог найти людей другой национальности кроме чеченцев ну что ж жизнь знаете как я в общем-то о философии отношусь что жизнь это такая очень легкая постоянно меняющаяся субстанция спасибо за это то что вы помните и восстанавливайте память о людях которые там жили да большое спасибо вам за беседу спасибо огромное да спасибо Полина мне вообще очень приятно со мной кстати можно на ты да хорошо спасибо до свидания да полинечка пиши если что до свидания до свидания до свидания и до свидания до свидания Продолжение следует...